Андрей, ну вот как представитель общественности футбольной, то есть не как специалист, а именно как общественности, можете сказать, в чем нуждается сегодня российский футбол в первую очередь? В первую очередь футбол нуждается в улучшении, тут даже как бы нельзя сказать, что в первую, что в последнюю, там комплекс мер, но в самую первую очередь улучшение имиджевой составляющей нашего спорта, то есть нашего футбола. То есть в этом направлении, безусловно, профессионально должны работать соответствующие структуры Российского футбольного союза. Конечно же, ни в коем случае нельзя допускать тех выражений, которые главный тренер национальной сборной допустил в отношении своей команды на чемпионате Европы. Вы помните, вот эти слова, но уже возникнет этот мем, который разлетится теперь на долгие годы и прилепится к нашей команде. В таком ключе это даже на эмоциональной сильной волне, даже на волне сильных переживаний представитель, который отвечает на сборную, не должен произносить. Это, безусловно, качество спорта, качество футбола. Оно должно родиться за счет качественного телепоказа. Безусловно, это хорошая картинка, то есть это зрители, наполнение трибун. Это коммерция и это маркетинговая программа вокруг футбола, потому что сейчас, объективно говоря, болельщик, которые приходят, ну, есть традиционные болельщики, которые будут ходить там в зной, в стужу, в снег, в дождь. Есть люди, которые хотят прийти на футбол, как на современное зрелище, где можно не какую-то там сосиску застекшим сроком хранения съесть, а нормально, а там пообедать, поужинать после футбола, получить там массу удовольствия, припарковать машину. Ну, сейчас ситуация с безопасностью на нашем стадионе достаточно серьезная, вот, пожалуй, это, собственно, одна из тех частей, которые безупречно исполняются, да, безопасность, камеры слежения, все это есть, но у нас, видите ли, создается еще имидж такой, что вот почему-то с ребенком нельзя пойти на стадион. Я вот с женой хожу на стадион, сейчас вот у меня родился ребенок, я и с ним буду спокойно ходить, понимаете, тут надо знать просто, куда, так сказать, приходить и, может быть, не приходить на какие-то матчи там повышенного риска, но таких матчей в сезоне там 5%. Безусловно, российский футбол должен зарабатывать деньги. Это главный стимул к не только там выправлению финансовой ситуации главного нашего хозяйства, но это стимул жить за счет болельщиков, приглашать их. Чем больше вы заполняете стадион, тем больше пополняется казна и клуба, и национальной федерации. Вот я сегодня привел пример. У нас редко, кстати, кто делится этими цифрами, но помню, одно из немногих, ЦСКА как-то озвучил, что на матче с Реалом выручка клуба составила 2,5 миллиона евро, да, потому что был полностью сиден, тогда еще Лужники. Вот таких цифр тоже, кстати, не слышно, но по своему опыту работы в России, в Союзе, могу сказать, что заполненный локомотив или заполненный стадион Спартак при соответствующей ценовой политике, это 2,5-3 миллиона евро, да, с учетом выделя, это с учетом билетов, которые болельщики, фанаты тратят в том числе. Безусловно, надо к фанатам относиться как к публике, которая, да, является, по-моему, компонентом категории риска, но FIFA и UEFA в своих идеологемах четко говорят, да, это категория риска, но с ними надо уметь работать. Если вы будете заполнять и этот сегмент стадиона, это тоже прибыль клуба, это работа, это влияние, это маркетинг, вы опять-таки серьезные программы, да, это там увеличение, это укрепление традиций клуба, что еще не меньше, а то и больше важнее. В общем, конечно, надо не исходить из каких-то популистских утверждений, которые у нас есть. Ну, например, да, так говорят, лимит во всем виноват. Да, вот, кстати, лимит легионеров благо или вред. Смотрите, лимит легионеров это такая штука, с которой надо в комплекс подходить. Вот я сам болельщик ЦСКА, и за последние годы ЦСКА только Головина привлек из молодежи, да, так сказать, которые выступают теперь в основном в составе клуба. До этого был Акинфеев и Щенников. Представляете, три игрока за последние, ну сколько там, больше 10 лет. Три игрока своей команды, а мы говорим про лимит, у нас в том же ЦСКА игроки с русским паспортом. Тен, Георгиевский, Ефремов, Караваев, значит, там, Базилюк. Они не получают никаких преимуществ из-за своего паспорта. Они, в общем-то, их клуб отдает куда-то во второй лигу, там, куда-то в ФНЛ. Караваева, там, это одна из главных надежд нашего клуба, мы сейчас продаем в Ашпарагу, в Чехии. Посмотрите, такая же ситуация в Зените. В Зените нет своих воспитанников уже давно. Ну, или посмотрите на ситуацию другого свойства. В «Спартаке» много воспитанников, они достаточно массово заходят в клуб, но не задерживаются там. Почему? Может быть, потому что их не хватает уровня. Может быть, потому что тренеру некогда возиться с молодыми ребятами, им нужны результаты. Их тоже можно понять. У тренера есть президент, он с него спрашивает. Здесь вот комплекс проблем, которые надо решать, я бы даже сказал, в какой-то степени научно. Научно, не по-кулистски, а, в общем-то, основательно браться за этот, как бы, сегмент работы, заниматься только им, заниматься только футболом 24 часа в сутки. И рецепт по подъему, наверное, будет в том, чтобы приходила какая-то новая, креативная, молодая, или даже, может быть, не молодая, но главное, чтобы это была креативная команда. Газаев самый успешный российский тренер последнего, наверное, десятилетия, может быть, даже пятнадцатилетия. Он способен вывести российский футбол на определенный уровень? Смотрите, я работал и с Виталием Владимировичем Мутко, пять лет в Российском футбольном союзе, и работал три года с Валерием Георгиевичем Газаевым. Конечно, это очень интересный симбиоз успешного тренера и достаточно успешного руководителя Российского футбольного союза, потому что те годы, когда я работал с Мутко, это 2005-2010 годы, это были самые успешные годы российского футбола. Бронза, помните, на чемпионате Европы, это Кубок Уэфа, юноша, кстати, Кубок Уэфа, завоеванный тогда, Валерий Георгиевич. Наверное, самое правильное, что можно было бы сделать в данной ситуации, это в какой-то степени скоперировать усилия на подъеме нашего футбола всеми, кто, так сказать, способен им управлять. Вот я из этических соображений, прежде всего, да, но все-таки это оба моих бывших работодателей, не стал бы здесь каким-то образом говорить, кто станет будущим президентом Российского футбольного союза, но скажу, что, безусловно, президентом РФС должен стать тот человек, который будет заниматься 24 часа в сутки только футболом, потому что сейчас мы находимся, опять, к сожалению, в такой ситуации, когда все надо с какого-то имиджевого нуля поднимать. Спасибо большое.